Как-то мне довелось увидеть видеоролик, где некий горе-проповедник с пеной урта доказывает о дозволенности музыки и говорит то, что Аллах в Куране музыку не запретил. Ну давайте же посмотрим, насколько правдив этот лжец. Аллах в суре Люкман в 6 аяте говорит «Из числа людей есть те, которые будут покупать развлекательные истории». Имам Ат-Табари, рахимагуллах, толкуя данный аят, приводит предание о запретности покупать и продавать музыку. Также имам Аль-Багави, рахимагуллах, приводит слова Ибрахим ан-Нахай, где он говорит «Воистину, музыка взрашивает в сердцах лицемерия». Ибн Укави, рахимагуллах, приводит предание от Абу Сабха, где он говорит «Когда спрашивали Абдулла бну Мас'уда, радуйаллаху ангу, относительно данного аята, он трижды поклялся и сказал «Воистину, это музыка». И эти же слова приводятся от Абдулла бну Аббаса, от Джабира, от Джубейра, от Икрима, от Муджахида, от Макхула. И также приводится от «Аль-Хасан-Уль-Басри». И в конце бы хотел бы вкратце упомянуть хадис, который приводит имам Бухари и мусульм, где Пророк Алей-Сарату Ассалам сказал, «Придут люди, которые будут дозволять музыку». Я бы хотел спросить этого лжеца. Он помимо как стать триллионером книги читает, или же читал ли он когда-либо книги как Тафсир, или же книги имамов? Я думаю, что подобный человек, он этого не делал. И я ему советую почитать эти книги.